про токсичных токсических людей в этом видео я расскажу вам как с ними взаимодействовать и что давать я медицинский психолог нутрициолог который работает с различными состояниями и сегодня мы с вами говорим про токсичных токсических токсиков монических людей напоминаю что у нас токсины есть вот внутренние и внешние это как про среду когда вы попадаете в среду с тяжелыми металлами то вы себе чувствуете плохо и также в возле вас может быть человек достаточно токсичный который выделяет яд и достаточно долго вам плохо и другой момент когда вы чувствуете страх тревогу депрессию по поводу своих взаимоотношений с этим человеком то действительно это история которую максимально важно для себя создать в отдельно взятый момент времени мы можем находиться на каком-то пункте на шкале каких-то эмоциональных тонов высшей точки вдохновение воодушевление проявление и это проявлять действительно как какие-то такие моментики тревогу депрессию апатию это все мы можем проявлять и напоминаю что у нас бывает так что мы встречаемся с людьми которые действительно ставят нас в неудобные положения если человек чаще чаще снижает ваш эмоциональный тон чем повышает его то обычно это обедненный человек с которым вам опасно и бесполезно общаться если человек чаще действительно повышает ваше настроение повышает ваше эмоциональное состояние то этот человек действительно достойна обратную связь другой момент когда у вас есть моменты хронического стресса от взаимодействия с этим человеком и вы можете действительно чувствовать какие-то эмоциональные вспышки достаточно просто гасить уходить заниматься своими делами лишать его внимания когда он повышает какой-то тон например орёт на вас кричит на вас хвалить его это противодействие гневу тревоги то есть вот таких к таким людям нужно искать разные подходы напоминаю что а когда вокруг вас токсичные люди они действительно могут вас привести к депрессии к апатии и все эти эмоциональные картинки вы можете действительно можете ими управлять после каждого взаимодействия с человеком ваше настроение может либо повышаться либо понижаться или оставаться прежним то есть супер важно смотреть на свое эмоциональное состояние если человек постоянно снижает ваш эмоциональный как я говорю тон и постоянно нудит бубнит создает какие-то вам проблемы дополнительные иногда это даже полезный для вас человек вам просто нужно научиться с ним взаимодействовать иногда не полезный то есть иногда это действительно очень серьезный какой-то момент который прям таки напрягает если у вас есть подозрение на то что какой-то человек токсичный на для вас то супер важно думать о эмоциональном фоне и работать с внутренним состоянием как отучить человека вообще на создавать вам проблемы во первых в общении с ним очень важно ставить эмоциональную заслонку и становиться для него действительно таким некоторым непроницаемым то есть мы понимаем что непроницаемость такая внутренняя она поддерживает когда у вас действительно возникают моменты просто уходить избегать заниматься своими делами не всегда это возможно очень важно научиться лишать просто его внимание научиться когда он например повышает свой тон когда он приветлив и заботлив давать ему хорошую положительную такую обратную связь когда он ведет себя как дурлей то здесь очень важно работать совершенно с другими моментами как разнообразить свою обратную связь и свою реакцию соответственно здесь мы говорим про то что важно и научиться и отдаляться и научиться в то же время и взаимодействовать если человек чаще просто черпает вашу энергию и забирает ее просто удаляйтесь из его общения и старайтесь максимально быть далеки от него моменты его стресса и для того чтобы отучить его от всего этого этого говнеца как собачку маленькую важно действительно когда он в нормальном состоянии давать ему положительную обратную связь но когда у него какие-то эмоциональные вспышки достаточно просто гасить это все тем что вы просто не включаетесь уходите занимайтесь своими делами и не обращаете на него внимание то есть лишаете его вот этого вот сильного обратного момента вспышек и ну и это как минимум остальное я рассказывала в нашем закрытом аккаунте где мы говорили какие есть конкретные шаги выхода из токсичных отношений и